всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте как видите я верность брел все это время ничего не сбривал все оставил для нас для погонять для посмотреть сегодняшнем видео будет очень много необычных вещей которые не только меня чуть-чуть поразили иногда даже не чуть-чуть но и которые держат того как буду впервые это квасец полностью не плавленный за тысячи семьсот сорок рублей один раз я держал натуральный квасец за 800 рублей за 1700 не держал еще ни разу это станок сделаны из алюминия и который стоит сумма помрачительные 125 долларов от известной компании fine это помазок немыслимым диаметром который порой двумя руками в пору махать ну и посмотрим как он сегодня побреет ну и замечательный авто шейф наш российский за 80 рублей который призван попадаться синим флойдом сможет ли узнаем совсем скоро и короче вы идите на крупный план знакомьтесь и поподробнее я тут начинаю готовиться там у парня у нас сегодня необычный и появился он на канале благодаря банчика владимир город якут волоть приношу тысячу извинений я потерял всю нашу переписку не могу ее найти будь ласковь и жизнь со мной пожалуйста потому что я даже хотел тебе написать что все нормально станок получил а нигде не нашел ни на почте не ватсапе не вайбере блин вот в контактах тебя тоже нет от завис пожалуйста ну а теперь к сути вопроса ребята станок необычный во всех отношениях но прежде всего его необычность заключается в материале изготовления но и стоимости конечно 125 бачи ребят них ухры мухры коробочка самая обыкновенная на 125 баксов конечно же не тянет на мой взгляд это самый очевидный самый большой минус который можно было бы компании впаять если уж они столько денег просят то хотя бы за тару бы там беспокоились но видно что-то тут ребята не это самое решили не прогибаться если бы они сделали нормальную коробкой даже думать не хочу сколько бы тогда этот станок стоил к самому станку по сути это тот же самый файн который у нас уже был на обзоре и который искал чуть найти никак не смог но сделан из алюминия его конфигурация общая длина 81 миллиметр длина ручки 73 миллиметра максимальный диаметр на ручке 13 8 миллиметров и постепенно сужается к самому маленькому это уже 11 8 на самой ручке посмотрите есть такие вот интересные насечки все это добрище это трехсоставной сланд причем деланы из алюминия по частям ручка изящная красивая не тяжелая качество изготовления ребят конечно же приятно что не говори на торце у нас смотрите эмблема компания нижняя плита все красиво все как положено еще при распаковке удивился его вес потому что на картинке я придал значение лишь внешнему виду но не описанию и как только увидел блин нержа а когда в руки его взял легонький но 32 грамма что вы хотите и только после этого у меня закрылась сомнений пошел смотреть все более подробно и оказывается это не нержа это алюминий следы фрезеровки видны но судя по всему это делалось полностью из всего из одного монолита вот такая красота лезвие под одним из видео ребята совершенно справедливо упрекнули посетовали вадим счет все время одни и те же лезвия показываешь хлопцы наверное все таки связано с тем что станки то всегда разные и поэтому стремлюсь всегда ставить телезия которые я более-менее знаю показывает новые лезвия на на том станке который я уже как бы хорошо знаю но выходит все по иначе сегодня решил рискнуть и поставить телези в которых я не бы ни мы ни кукаеку которым практически не дрелись это лучше премиум посмотрим что из всего этого получится ну а кстати наверное правильно это сделал смотри последнее вытащил упаковка нравится приятная такая и качество тоже посмотреть без особых изысков просто шик станок на удивление легкий легкие станки это конечно не моя стихия но тем не менее уже сколько раз я сталкивался что и даже легким станком всегда зачастую вернее можно отлично побриться это я вам про спорт намеки вы давайте посмотрим что он покажет вид сверху ну так то вроде все равномерно да со станком разобрались мыло мыло сегодня будет от александра тернавского который он нам любезно предоставил для обзора это катис баблс на русский примерно пузырьки от катис или пузырьки которые принадлежат катис короче к и вот через дефис с это принадлежность а пузырьки они есть пузырьки этикетка честно скажу мне не понравилось не люблю какие-то вот такие липоватые вещи на которых с трудом можно что-то прочесть но к удивлению своему я все-таки погуглил ребята надо же хотя бы раз то посмотреть что ты собственно рассказываешь так вот оказалось что с такой этикеткой мыло найти практически невозможно как и с таким объемом то что сейчас выпускается это уже или две или четыре унции мыло а здесь 8 этикетки все совершенно другие самая ранняя информация об этом мы ли датируется 14 годом хотя в некоторых источниках говорят что выпускают его шестнадцатого года вот эту вот формулу поэтому точно я вам вот что в этой банке я вам сказать не могу хотя кстати по составу что-то по составу ну вот он на банке весь и написан я не знаю как вам его показывать ну производитель заявляет что это сочетание лаванды и грейпфрукта хотя грейпфрукт розовый грейпфрукт который здесь он так и называется purple грейпфрукт не нашел нифига а вот лаванда тут она в собственном соку ребята такая вкусная ну об этом поговорим отдельно веганская короче полностью все на натуральных делах бла 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 мыло ходи пишут что твердое но она проминается смотрите и крем мыло это не назовешь мягким мылом тоже не назовешь ну скажем так среднее между твердым и мягким вот так вот наверно можно было сказать про запах потом отдельно баночка понравилась поначалу из дуру даже и за стекло принял но нет ребята этот пластик но смотрится конечно же зачетно вот тут вот тут дизайн отдохнул он видать покурить в этот момент вышел а вот это сочетание найти вот синие вот это белое с красными сама надпись но в кассу реально в кассу и черная крышка здесь тоже в кассу если бы еще тут этикетку другую прилепили так это было прямо на полочку так козырно поставить сегодня этому будет а помазком ребята сегодня буду вас удивлять да помазок от яйки но все-таки тут будет что-то интересное и не в том что здесь нет печати не поймешь где открывать в том что внутри из самой обыкновенной коробки и даже вот тут еще никакого западло не чувствовал а когда вытащил ребята и под офигел сейчас придется даже камеру отодвигать то что он зараза весь полностью не входит вот так вот наверное вот так будет правильно посмотрите какой монстр даже в камеру практически не входит да это синтетика наша расцветочка барбар шаповская длина практически 13 сантиметров там без малого хвостика не хватает длина ручки 67 миллиметров длина узла 62 миллиметра ребята диаметр узла обратите внимание максимальный практически 5 сантиметров 48 миллиметров минимальный 34 с копейками там три четыре пять несмотря на то что здесь написано 30 но я кибра все как положено вот здесь это законных 33 то есть он уже пошел распушаться вот такая лампочка у нас хлопцы вот такой вот агрегат у меня средняя рука но уже сам по себе я чувствую что для меня этот инструмент слегка великоват но другой стороны можно порадоваться за наших крупных мужиков те которые берут помазок в руку и вновь вечно теряется а где помазок да хз сейчас он между пальцами посмотрю такой уже не потеряется ребят это он смотри какая дур машина это как двух раз похлебал и весь пенни будешь нафиг вот сегодня вот этим монстром и будем работать наша расцветочка люблю я вот это дело автошиф у нас будет сегодня спорт лосьон после бритья который прислал роман недоступен к и там он записочку еще подписал что это наш ответ чемберлену ну то бишь голубому лосьону что это за ответ за сколько там 78 рублей да вот сегодня и будем разбираться но не просто так у нас на подстраховке сегодня будет еще один товарищ а товарищ этот будет мюлле мюлле природный квасец цельный выточены посмотрите даже следы от фрезы есть обработки здесь чуть-чуть так до полирована здесь вот она прям есть дырдочку там просверлили чтоб ставить вот эту веревочку наверно кому-то на крючочек вешать там или куда придется туда успел туда и повешу форма необыкновенная кирпичная а такая затейливая смотрите один один сторон один одна страна короче в радиус согнана причем фасочка весь здесь не то ну прям ребята прям с толком подошли прям прямо интересно прям красиво приходится эта красота вот такой коробки упаковано все очень ченариум тут конечно же не придерешься вся необходимая информация тоже есть ну и с немецкой стороны тоже он тут как бы все по написано меня этот кирпичик поразил первое это конечно же своим внешним видом да и весом тоже 100 грамм кто-то скажет да полно кирпичей за 100 грамм да да ребята встречал я такие были но не все стоят почти 2 косаря ну два это я загнул там получается 1740 рублей после алюминиевого станка за 125 баксов учета не сильно это и удивился но все-таки маленечко по ценнику как бы на мой взгляд дороговато но другой стороны тут я думаю что наверное процентов 50 цены это за имя то есть вот мы мюли мы там пуп земли и прочее прочее у нас качество у нас тоси-босси ну если так подходить то да тогда понятно откуда такой ценник опять же я вполне себе представляю что есть люди которые скажем так за фирму и при достатке вполне себе могут выложить эту сумму и даже не чирикать если при этом они покупают фуфел который развалится рассыпется тогда это да тогда это очень плохо но здесь они купят природный натуральный не плавленый кирпич тут всего лишь вопрос цены для кого это важно ребята проходите мимо а для кого это не деньги можно скорее всего спокойно брать точно я скажу после бритья как он будет с водичкой работы там то все на язык пробовал кисленько нормально все хорошо ну все пошли бриться прошлый раз у нас там заруба вышла по поводу пришеева оказывается что все с ним не так вернее не все с ним так просто очень важно какой пришли в какую мылу вы используете может получиться так что пришли вам всю малину подозрит может получится так что наоборот поможет ну и как оказалось я что-то раньше об этом не акцентировал никогда пришли не смывал а многие парни говорят что лучший вариант это все таки убрать пришли и потом наносить мыло короче есть нюансы и тонкости кого их очень много я вот сейчас уберу эту банку руки буду делать пришли именно из того же мыло которым буду бриться и мысль пришла в голову чем вот такие зарубу все терпеть и не проще ли делать тот же самый пришли из того же самого мыло которым вы будете бриться хотя каждому свое кому как нравится и так набираем водички ухты сразу матовая стала ой какая хорошая цельвижная ну вот вам весь пришли до копейки и все не надо там что-то смывает не смывает пойдет не пойдет пойдет свой своему лапу не откусит так ну и пока у нас пришли работать давайте наверно все таки помазок загрузим ох ребятушки но это точно богатырь для муромец и не для простых людей не зря его китайцы монстром назвали может для кого и монстр но мне почему-то кажется что для очень многих наших парней это покажется большим но не монстром и я сам знаю нескольких людей которые этот помазок если возьмут то у него то может чуть-чуть и будет высовываться чего-нибудь потому что лапы то у ребят бывают ого какие поэтому вот сейчас по первости могу точно сказать что это помазок не для мелких как типа я ну не мелких средних но для крупных то ребята давайте его намочим не будем забывать что мыло у нас воду любит сильно отжимать его не будем а при необходимости будет добавлять забирает пену бодренько но вот уже сейчас могу сказать что мне удержать не совсем-то пол по уменьшить загружается махом ну вот пожалуй что и все наверно больше его буртузить не буду оставлю пока так баночка он все равно под рукой если что всегда добрать могу и уходим на компресс но так забрали изрядно пока мне нравится чтобы дальше посмотрим мохнатушка дьяр харис хорошая штука как же мне повезло что такие полотенца совершенно случайно можно найти в опасных до хлопцы ненавязчивая реклама не на самом деле полотенца хорошая хорошая но несомненно конечно его тоже заменить можно ближайший магазин пошли где вам полотенца продаются только найдите что не такой чтобы она не красилась потому что если будет краситься но она вам надо ну хорошая штучка убираем и начинаем покажи чем одежь ой мама дорогая ну чтоб я так жил в нем купаться можно как там ее фамилия это катис бабус ну ничего то пузырьки у катета наши ну их не девка то знает о пузырях молодец молодец ну что из всего этого вы уже увидели получилось а давайте попробуем что он слан какую песню споет не знаю что будет дальше но сейчас понимаете вот мне застегла за его цена 125 баксов за алюминиевый станок я вот думаю как он сейчас зараза должен побрить но почему-то какая-то мыслишка подлинная подсказывает что побрить то он побреет нормально хорошо но здесь скорее всего цена если убрать сторону авиационный алюминий про него говорить не будем он тут как минимум не авиационный космический то скорее всего тут львиная доля за эстетику за эстетику но алюминий он конечно никак не ржа но не думаю что через 5-10 лет этот станок будет выглядеть как-то чахло и так найти нет скорее всего тут все будет нормально поехали и кстати совсем недавно прозвучал вопрос а какая такая специальная техника должна быть для сланта ну какая специальная техника для сланта я не знаю как на самом деле я знаю как я к этому отношусь слант это станок с измененной геометрией нижней и верхней плиты специально скошен дабы уже изменить технику бритья если перефразировать вопрос в комментариях то получается а какая должна быть специальная техника для специального бритья на хитрую технику есть станок с винтом вот станок с винтом что в голову то грузить сейчас будем бриться так Ребята, три часа ночи, три часа ночи и желудок намякивает, слышь, братан, ты это, что-то, духовно это все хорошо, ты за материальными ничего-нибудь покажешь, сейчас я ему покажу. С лантами всегда было прикольно височек выставлять, он же сам кривой, и вот тут стоишь вот как-то вот так, а потом уже, когда приноровишься, нормально. С лантами. С лантами. С лантами. С лантами. С лантами. С лантами. Ну хорошо снес, прям по скольжению охереть какое И вот просто воз и маленькая тележка Тот замурчательный лавандовый дух без всякой примеси грейпфрукта, который можно ощутить из банки, на лице его сейчас не ощущаю Все что есть это просто хорошее великолепное бритье Запах не массированный Вот сейчас это примерно где-то 1 четверть от того, что вы можете в банке ощутить Да как бы еще и не меньше Так, добавим водички Так, добавим водички Я практически люблю это мыло Еще не совсем, но где-то рядом Сейчас втрескаюсь по самые неболу, по самые помидоры Вы посмотрите, что там Блин, молодец эта Катюха, да? Сейчас вы могли слышать звук от станка, но вы не могли почувствовать его ход Так вот, я вам скажу, что ход ничуть не хуже, чем звук Звук, песня волшебная, а ход мягко бархатистый Знаете, тут нет ничего какого-то, знаете, иррационально горежащего Нет, вот такое вот Вот так вот, вот так вот Вот так вот, вот так вот Кстати, промывает станок отлично Вот так вот, вот так вот Вот так вот, вот так вот Хорошо Ну и последний, третий Еще воды Да еще и на помазок добавлю, чтобы ему мало не показалось Он воду прям пьет Не, ребят, не мыло мало, это я с водой переборщил И туда, и туда, вон, видите, оно чуть-чуть прозрачнее стало Но хуже от этого точно не стало Это мощность помазка сыграла Когда добавил воду и туда, и туда, пена стала прозрачная И всего лишь несколько движений понадобилось, чтобы быстро переработать эту воду И посмотрите, опять пена становится нормальной Но уже другая консистенция И не такой густой, как она была на первом-втором проходе На самом же помазке посмотрите, что делится Это из всего того немногого, что мы взяли из банки Ну вот его сейчас так оставить Запустить сюда еще кого-нибудь И можно еще один обзор снять Легко Вот почему-то мне так кажется Вот почему-то мне так кажется Ну вот почему-то мне так кажется Маленько Продолжение следует... 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 Прям по кайфу... Так, ну все, компресс... Эх, хорошо... Продолжение следует... Продолжение следует... Он мне очень замерчательно... Будет вот сюда входить... И прям вот так вот... Хочешь по площадям работать... Хочешь вот так вот... Прям вот в радиус заходит... Хочешь точечно чего-нибудь прижди... Ну вот... Продумали... Продумали... Молодцы... Так... Сейчас... Намочу... Лицо... Ммм... Веревка... Мешает... Зараза... Вот так вот... Допустим... Я себе его взял... И это мой... Я бы эту веревку сразу выкинул... Ну да... Красивая... Там даже мюлю-мюлю написали... Ну мне там... Наверное... На полочку взял и положил... Да и все... А куда-то весить... Ну... Можно... Теоретически... Но с другой стороны... Не дай боже... Что с веревкой... Оборвется... Упадет... И пиз... И все... Кирпичик вот туда... Разобьется нахрен... Жалко... Жалко... Не... Я бы ее убрал... На полочке бы стоял... Да и все... Так... Что тут накапало... Теперь... Убираем... Убрал... Ммм... Квасцы... Не по науке... Хотя по науке их да... Надо убирать... Мои шкурки это по барабану... Ничего такого не будет... Но вот такое... Знаете... Легкое-легкое... Какое-то стягивание... Вот такое вот... Я буду ощущать... Вот что будет избежать... Вот этого дурацкого стягивания... Это когда много... Когда маленько... Пофигу по барабану... А вот когда вот так вот... То да... Тогда лучше убрать... Потому что вот так вот... В гуску куриную тянет... Кукутиную... Кукутиную... Я в них не разбираюсь... Короче... Вот и все... Нафиг... Лучше без нее... Но шо... Автошлиф... Спорт... Лоушен... За 80 рублей... Как говорит... Рома Недоступенко... Который присылал... Спасибо тебе Роман... Огромное... Давайте попробуем... Флакон... Стандартный... Дозатор... И есть сам... Дырк... В горловине... Потрясти придется... Поуговаривать... Сам... Проливаться не хочет... Но вот так... От души тебя уже... Не потому что... Недорогой... А потому что... Хочется ощутить... Ух... 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 Без присутствия... Всякая... Химоза... Ее тут нет... Тут яркие... Желтые... Солнечные цвета... Тут спорт... Тут ты, блин... В кроссовках... Или ты уже... Продвинутый мастер... Тебе уже шиповки дали... И ты по стадиону... Сто метров... А впереди тебя блондинка бежит... И тоже в спортивном костюме... Только ты не думаешь... Как бы первой прибежать... Ты специально отстаешь... Потому что она впереди... А там все вот так... Вот она... Спортсменка... Ну что ты... И у тебя внутри... Огонь вот этот... Вот... Вот он этот лосьон... Не... С таким лосьоном... Да за такой спортсменкой... Я бы не только сто метров... Я бы на четыреста... Побежал... А что... Да запросто... Ой хорошо ребята... Хорошо... Не знаю я на сколько он будет стойкий... На руках его уже практически нет... На лице тоже... Легкая-легкая... Такая еле заметная... Ну вот знаете... Вот... Вот так вот... Пленочка чуть-чуть еще есть... Но думаю скоро она уйдет... По тому темпу как она вот исчезает... Да ее скоро не будет... Ребят... Вот это вот... 100 миллилитровый флакон... Я не знаю сколько он стоит... Это Рома написал 78... Может быть он где-то 90... Где-то 120... Где-то 50... Может быть он стоит... Но... Я вот за этот лосьон... Хочу Роману сказать огромное спасибо... Знаете почему... Так я вам скажу... Если взять... Не один такой флакон... А четыре... И держать его не в этой стеклянной бутылке... Которая сама по себе... В принципе то хороша... Но это обыкновенная бутылка... А взять найти себе бутылочку миллилитров на 300-400... Не обязательно такой формы... Вовсе не обязательно как у Флойда... А пускай любой другой... И взять себе брызгалку... Вот эту... Поп-поп-поп... С грушей... Да они есть он... Хоть на этот... У Кости возьмите на бритва 11... Хоть у Кости на ганзи... Есть... Есть... И вот так от души... Наотмашь... Наотхлист... Чтоб тебе вот так вот... Все дворники... Не справлялись... Залило блобовик... Да у вас кайф то не меньше будет чем от Флойда... Стопудово... Я вот специально брызгалку найду где-нибудь... И в следующий раз попробую... Так чтобы вот знаете... Вот так... По итальянски... Души себе... Наотхлист... Прям вот так вот... Чтоб вот так вот... Все... Чтоб прям стекало... Ммм... Как хорошо... И пленки нет... Пленки нет... Вещь... Хлопцы... У кого есть... Будь ласка... Пишите в комментариях... Насколько мои ощущения схожи... С моими... А у кого нет... Ребята... Будете... Проходите... Где-нибудь найдете... Вот этот вот спорт... Я буду гуглить... Ссылочку оставлю под видео... Обязательно... Не поленитесь... Отдайте те несчастные 80 грошей... Чтоб попробовать... Потому что это вещь... Однозначная вещь... Для кого-то это с Флойдом не сравнится... Для кого-то это будет хуже, чем Флойд... А для многих... Больше чем уверен... Будет лучше, чем Флойд... Вот это хорошая штука... Отличная штука... Как же с ним хорошо... Я думаю, что он недолго будет запах держать... Но работает прям... Может быть, в нем чуть-чуть не хватает того шарма... Знаете... Вот... По... Барбарский... Барбарский... Вот этот... Который, конечно же, есть у Флойда... Никуда он там не делся... Он есть... Вернее... Он есть... Но был... Потому что Флойд тоже не выпускает... Но здесь совсем другое... Здесь спортсменка... Ну... Только не говорите мне, что вы не любите смотреть, как легкоатлетки бегают... Особенно... Финишируют... А вы сзади... И вот... Это ж... Наши спортсменки... Вы че... Не... Вещь... Вещь... Однозначная вещь... Помазок... Ребята... На мой взгляд... У этого помазка... Только одно противопоказание... Это размеры его ручки... Чуть-чуть... Может быть... Процентов на 10-15... Они явно входят в дисбаланс его узлом... Потому что... Если бы они сделали эту ручку поменьше... Они бы... Увеличили то количество... Людей... Мужского рода... Которым было бы удобно этот помазок держать в руках... На сегодняшний момент... Вот эта вот ручка... С диаметром почти 50... Здесь 35 миллиметров... Или 3-4... Сколько там... Вот мне, например... Не совсем комфортно... Под конец бритья... Я забыл об этом... Но все равно... Какой-то некий дисбаланс... Вот эти размеры... Несоответствие ручки в узлу... Все-таки вносят... Вот... С моей колокольни... Это одно единственное противопоказание... Этот помазок... Для тех людей... У кого... От средней и выше... А уж... У кого здоровая лапа... Так... Тем самым... Этот... Бритьевый... Бог... Кто там у нас сегодня... Я не помню... Вот он прописал... Да... Прям вообще... Ну вот... Мне чуть-чуть великовато было... Зато узел... Ребята... Узел... Что-то ляля... Сильного массажа... Как, например... Ну... Таких более упругих синтетик... Не ждите... Его не будет... Но он все-таки есть... Зато... Он упивается... Он упивается своей работой... Он упивается пеной... Упивается водой... Он ничего не хомячит... Он просто... Пеногенератор... Пеноскладатор... Пенопропороид... Пеноскладероид... Вот... Короче... Он все... Вот в нем столько всего рождается... Он это так с удовольствием отдает... Что я просто подохерел... Маленько... Он мне даже... Знаете... Местами мой любимый шарик показывал... Пускай он был не такой упругий... Как на тех же самых барсуках... Но он все-таки здесь был... Но он может быть по форме... Чуть более размытый... И скажем так... Вот... Если я не знаю... Поймете... Вот если на... Барсуках он полностью замкнутый... И этим шариком я работаю... То здесь он как бы без крыши... Знаете... Вот его контуры... Вот чашу... Я ощущаю... Вот эти вот места... А вот вверху... Она иногда пропадает... Иногда ее нет... Но это не ухудшает его работу... Просто она... Вносит какую-то изюминку... Зато как он бодренько... Нам пену насобирал... Помните... Сколько мы там движение сделали... Она ухватила практически... Но... Там два брития... Узел... Узел пять... Ручка... Ну... По качеству изготовления... Тут конечно не придеремся... Тут и пластика... Кожа... Рожа... Все дела... Тут... Вот эти вот... Всякие гравировочки... Но по размерам... Достаточно инховая... Но все-таки я бы четыре поставил... Со своей колокольной... Многие со мной не согласятся... Скажут... Ты что дурак что ли... Ну... Кто виноват, что у тебя рука маленькая... Будь правы... Ну... Какая есть... Но с другой стороны... Я же на себя его мерю... Будете мерить на себя... Ну... Возможно... Вы за ручку пятак поставите... А с моей колокольной... Вот... Все... Кроме размера... Вот... Сделайте... Вот этот максимальный диаметр... 48... Да... Минимальный... 34 с половиной... Вот здесь бы сделали... К примеру... 40... А вот здесь бы сделали... К примеру... Не 34 с половиной... А допустим... Там... 28-30... И... Все... И... Был бы другой помазок... Совершенно... Для меня... Я бы за руки его не выпускал... Я бы с патчем ложился... Я бы... Не знаю... Завтракать бы ходил... Причем... Хорошая... Хорошая штука... И недорогая... Насколько мне известно... Я его по-моему... Где-то... За 1200... За 1400... Что-то там такое... Небольшие деньги... Продают... Ну... Прям... Красавец... Красавец... Синтетика... Синтетика... Была у нас уже такая... Синтетика... Вот... Ну... Нет... Это маленько другой... Ну... По цвету другой... Хотя по работе... Что-то там такое было... Хорошее... Отличное изделие... Только... Монструидальное... Вот... Хорошая штука... Камешек... Ну... Камешек огонь... Камешек огонь... Да простит меня... Юля... Срежу я нахрен... Вот эту веревочку... Потому что... Когда я вот так вот провожу... Она мне тут... Что-то там цепляет... Что-то там делает... Ну... То ли я камешком провожу... То ли веревкой по... По-мойски... Как-то... Не это... Не камильфу... Уберу ее нафиг... А за камень... Ну... Дорогой... 1750... Скоро... Сорок... Вот... Если деньги... Знаете... Вот денежный вопрос... Убрать в сторону... То вот это 5... А если вот... Как без денег... Вот... Деньги притянуть... Не-не-не... Давай вместе с деньгами... Че-то... Вот... Отвечай за базар... Дороговато... Дороговато... Не пойму за что такие деньги... Ну... Если допустим... На Али... И там на прочих-прочих... За цельный камень... Ну... Можно где-то там... Где-то... От... Шестиста... До тысячи... Вот в этих пределах... Ну... Прямо найти... Ну... Это будет там... Или Пакистан... Или Индия... Ну... Египет... Ебипет я ни разу не видел... Ну... Пакистан или Индия... Что-то вот это... Ну... А это немцы... Вот наверное... По этому 1700... Вот как-то так... А камень огонь... Во-первых... Ни разу в такой форме не видел... Во-вторых... Ни разу не видел такой прозрачности... И прям он какой-то такой... Знаете... Прям... Вот я его вижу в дорогой ванне... В ванной комнате... С дорогими предметами... Обихода... Вот... Вот там он вписался бы... И никто бы не кричал даже... Да ты че... 1700... Блин... А че так дешево-то? Ну вот... Может быть так было... Ну... А так... Вот так... Ну... Вы меня поняли... Мыл... Уже в который раз... Еще... Хочу сказать... Александру Тернацкому... Спасибо... Потому что... Ну... Он меня познакомил еще... С одной великолепной штучкой... И пузырьки от Катерины... Американские пузырьки... Кэтис Баул... Ну... Шокировали... Не шокировали... Только... Запахом... Во время работы... Из банки... Это тонкий... Изящный... Пастельных тонов... Запах лаванды... Грейпфрукта... Вы здесь никакого не найдете... Вообще... Ни в каком виде... Ни пиньк... Ни... Ни пипиньк... Ни... Никакинька... То есть... Здесь даже кислинки какой-то... От грейпфрукта... Все равно нет... Но знаете... Здесь... Всепоглощающая царство лаванды... Не вычурная... Не химозная... Не какой-то... Знаете... Забаламученная... На цветочной моте... Ноте... Что там может быть... Фиалка выскочила... Здесь ромашка... А там еще какой-то... Радодентром... Нет... Здесь... Все мягкое... И изящное... Тонкое... Скользящее... Вы знаете... Я бы вот очень хотел... Чтобы у меня пахло... Вот так... Постельное белье... К примеру... Мне бы этот запах... Очень нравился... Ну... К моей досаде великой... Во время бритья... Его практически не ощущаешь... Он куда-то растворяется... Уходит... Если ты захочешь его ощутить... Тебе нужно будет... Или банку... Нос засунуть... Или... По мазкам... По... Носику... Почаще щелкать... Потому что... Даже та пена... Которая на верхней губе... Я нанес... По мазкам... Я запах-то практически не ощущаю... Может нюх потерял... А может он слабый... Я не знаю... Но вот только за это бы... Знаете... Даже... И... Исходя из его... Тактико-технических данных... У меня... Язык-то не поворачивается... За это сказать минус... Ну... Скажем так... Я бы за это не ставил дополнительный балл... За все остальное... Ребята... Это одни пятаки... Пенообразование 5... Работа с инструментом 5... Подскольжение 5... Долгоиграющая 5... Пеногенерация... То... То как она... Сходит... Конечно же... Это работа по мазкам... Но мыло... Тут тоже вроде как-то... Знаете... Не последнюю роль играет... 5... Потом плотность... Структура... Вот эта нажоритость... Знаете... Чавка упругающая... Такая... Нечманливая... Нет... А знаете... Чавка упругающая... Ты ее суку давишь... А она так... Упирается... В щели лезет... Вот знаете... Она упругая... Она какая-то... Знаете... Вот... Ну... Как грудь у... 18-летней девушки... Или как ее... Попка... К примеру... Детей нет... Могу сказать... У зрелой женщины... Она уже... Все это другое... Там уже... Там... Оно прекрасно... Оно великолепно... Но... Оно уже другое... А здесь еще... Знаете... Вот эта пышущая молодость... Вот она какая-то... Сама по себе... Такая упругая... И больше чем уверен... У каждого мужика... Период был... Большой... Длинный... Маленький... Короткий... Неважно... Оно был... Когда хотелось... Только вот... Молодых девчонок... Вот именно из-за этой упругости... Вот... Вот эта вот упругость... Вот дает... Вот это мыло... Каждый раз... Когда вот оно у меня было на руке... И ты его рукой... Вот так вот... Знаете... Оно... Причмоком притягивает... И тут же... Отталкивает тебя... Вот это какая-то... Непосредственность... Ну... На других пенах... Такое тоже бывает... Но здесь оно какое-то... Знаете... Особенно выраженное... Прям... Вот это мыло... Мне понравилось всем... Я не совсем понимаю этикетку... Которая здесь сейчас... На этой банке... Не пойму с какого она времени... Потому что начиная с 14-го года... Я ни разу такой этикетки не видел... И даже всемогущий Google... Не помог мне найти эти... На эту этикетку... Размер мне не совсем понятен... Восемь унций... Потому что сейчас выпускается... И можно найти только две или четыре... Но... Если сейчас выпускает тот же продукт... Который в этой банке... Ребята... Если вы возьмете... Точно не пожалеете... Тем более... Деньги-то там... Не великие... Там... За четыре унции... Сколько... 14 баксов... Ну то есть... Это нормальный ценник... В принципе-то... Недорогой... Недешевый... Потому что это не проходное... В памяти останется... И я всегда его буду помнить... И всегда оно мне будет нравиться... То есть вот... А если бы еще запах был... Так я бы тогда и говорить... Даже не хочу... Чего бы было... Хорошее мало... Ну и станок... Хочу сказать огромное спасибо... Владимиру Банщикову... Город Якутск... Нашему Сибиряку... За то, что дал возможность... Погонять вот на такой штуке... И... Честно сказать... Я его понимаю... Потому что... Этот станок... Эстетически... Выверенный... Он... Ну... Сказать... Совершенство... Не сказал бы... Потому что все-таки... Есть кое-какие вещи... Которые вот... Лично для меня... Не... Не дадут этого сказать... Какие? Вес не смутил... С таким весом... Вполне себе... Побриться... Элементарно... Великолепно... Лишнее подтверждение... Тому... Это все наши... Пластмассовые... Бакелитовые станки... Начиная с порт 14... Заканчивая... Там немцами... И прочим... Прочим... Пожалуй... Что размеры... Размеры... К примеру... Ручки... Не всегда... Она мне давала способ... Возможность... Эффективно работать... Вот... Я бы хотел... Например... В одних из обзоров... Попробовать... Допустим... Поставить его на ручку... От дяди Феди... Да... Был бы дисбаланс... Но все равно... Ручка была бы длиннее... Вот... Было бы интересно... Попробовать... Есть еще одна вещь... Которая меня... Иногда... Смущает... Напрягает... Но это... Ввиду того... Что... Конструктив... Станка такой... Это... Все сланты... Мне так заходят... В районе... Носогубной... Вот... Здесь... Где... Вот эти... Все дела... С лантом... Мне там не совсем... Удобно... Ну... То есть... Приходится... Повыеживаться... Маленько... Чтоб... Засунуть его туда... Зато... Все остальное... Ребята... Это... Великолепное... Чудное... Бритье... Просто... Обалденное... Шикарное... Я бы сказал... Я сейчас... Как новорожденный... Дельфин... Вот... Мне... Вот... Соску... Только что... Запихали... Просто... Бьютифуль... Станок... Очень понравился... Цена... Не понравилась... 125... Долларов... Ну... Я... Для себя... Это... Вещь... Сколько... Она стоит... Сколько... Ее готова отдать... Если вы покупаете за эти деньги... Значит... Все нормально... Для кого-то... Все нормально... Хорошо... Но сам для себя... Я вот эту цену... Объяснить не могу... Была бы это нержавейка... Тогда было бы... Понятно... Потому что... Все-таки нержавейку... Тяжело обрабатывать... Но это же... Алюминь... Алюминь-то... Легче обрабатывать... Не понимаю... Не понимаю... Но станок классный... Станок обалденный... Новый для меня... Лезия... Шик... Премиум... Ребята... Мне они показались злыми... Не такими что... Знаете... Вот как вот... Идешь-идешь... А вот иногда порой... Из-под забора... От кого-то... Не пойми... Такая какая-то пиздельная... Выскочит... Ва-ва-ва-ва... В штанину... Такую... Все убежал... Нет... Не такими... Но... Время от времени... Они все-таки... Некоторые... Жим-жим... И это... Несмотря на мою отдохнувшую... Сколько там... 5-6 дней... Кожу лица... Все-таки... Они доставляли... Острый... Да... Острый... Но вот этот вот... Жим-жим... И даже в сланте... Блин... Вот что-то как-то меня напряг... В следующий раз... Если бы я брился с этим станком... Я бы наверно... Все-таки ушел бы на свой любимый... Ой... Стоять Маруська... Персон... Или... Жилет... Платину... Вот... Это был бы другой разговор... Там бы я этого жим-жима уже не боялся... А вот здесь вот все-таки жим-жим был... И в любом случае... Было бы интересно еще раз... Станок загнать... Не только с другим лезвием... Не только с другой ручкой... Но и с другой щетиной... Потому что сейчас все это отдохнувшееся... Большое... Кстати... Как он его смахнул... Там вот такая вот уже... О... И все... И нету... То есть станок... Конечно... Зверь... Зверь... В хорошем смысле... Ну... Вот... Пожалуй... Что и все... Пора уже прощаться... Добра вам... Счастья... Радости... Берегите себя... Берегите своих близких... И дай вам Бог здоровья... Если сможете... Когда-нибудь... В планах... У вас будет записано... Какие-нибудь... Такие вот... Интересные для себя вещи... И у вас будет... Возможность... То есть... Звезды сойдутся так... Что что-нибудь... Можно себе... Найти... Я думаю... Вот из некоторых вещей... Сегодняшнего обзора... Если бы... Допустим... Вы их взяли... Вы бы точно... Не пожалели... Потому что... Каждая из них... По-своему... Хороша... Интересна... Ну... Ну... А нет... Так и нет... В конце концов... Для того... Чтобы побриться... Достаточно... Одного станка... 15 лизы... Одного лосьона... Одного мыла... А все остальное... Ручки-то... Вот они... Руки есть... Все будет нормально... Все будет хорошо... Все ребята... Пока-пока... До новых встреч... А я пошел рендерить... Хочется в один день... Выложить сразу для вас... Все... Чтобы вы все увидели... Ну... Все... Пока-пока... И... Чертовски... Рад вас снова всех увидеть... Все... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова